С некоторыми участниками эстафеты нам удалось познакомиться заранее в неформальной обстановке. Мы представляли их вам в эфире нашей телерадиокомпании и сейчас хотели бы напомнить, кому же белгородцы доверили нести факел главного символа Олимпийских игр Сочи-2014. В числе 180 факелоносцев, которые сегодня принимают участие во Всероссийско-Олимпийской эстафете, свои 200 метров с огнем Сочинской Олимпиады бежит и ветеран-марафонец Иван Егорович Демонов. Проведя более полувека на бегу, а на счету нашего героя почти две сотни марафонов по всему миру, свои 74 он не допускает и мысли, что возраст может стать помехой эстафете. Если раньше эстафета прошла по всем странам Европы из Афии до Москвы, только в одну сторону они шли, то сейчас эстафета более масштабнее. Со времени Олимпиады-80, по мнению Ивана Егоровича, масштабнее стали достижения спортсменов, особенно белгородских. Один из лучших легкоатлетов 70-х с гордостью говорит о нынешнем поколении своих земляков. Сейчас у нас есть чемпионы мира, сейчас международные мастера, это очень много, не то что единицы, а много по всем видам. И почти все они сегодня участвуют в эстафете Олимпийского огня. Чемпионка Всемирной универсиады 2013 по плаванию Маргарита Нестерова, также среди факелоносцев. В стенах родного бассейна Рита эмоций не скрывает. Участвовать в эстафете Олимпийского огня для нее действительно большое событие. Может быть даже первая по значимости во всей спортивной карьере. Гордость региональной школы плавания Маргарита Нестерова в 2016-м в Рио-де-Жанейро будет штурмовать Олимпийский бассейн. Пока же она усердно готовится к мировому старту и надеется, что участие в этой эстафете Олимпийского огня придаст ей силу и уверенности на годы вперед. Привлечь внимание подрастающего поколения к занятиям спортом, надеется своим участием в эстафете Олимпийского огня и молодой тренер по волейболу из Борисовки Иван Олейник. В родном городе он ведет секцию для всех желающих. Здесь тренирую ребята, это сборная Борисовки тут все, каждый возраст, и младше меня, и старше, как бы все. Набираюсь опыта в Белгороде от опытных тренеров и подсказываю своим ребятам. В свои 22 Иван Олейник уже трехкратный чемпион областного центра в игре с мячом на песке. Как рассказывает спортсмен, новость об участии в эстафете Олимпийского огня застала его пару месяцев назад на тренировке. Сначала парень не поверил, думал розыгрыш, а потом бросился звонить всем родным и друзьям. Я был очень рад, рассказал всем своим близким, и все родственники очень довольны, и все полностью, все придут смотреть. Это честь для нас, и как бы войти в историю, дотронуться. И мы очень рады, что есть такая возможность в Белгороде пробежать. Все это очень классно. Пока я не представляю, что меня ждет, не знаю. Ну, думаю, это незабываемо будет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!